Друзья, почему я так назвала видео против природы? Ну, потому что по природе мышь, мышь обычная, уличная, не знаю, у нас живет в гараже мыши живут, потому что там содержат корм для курочек. Ну, гараж под домом, и оттуда, естественно, приходят гости мыши. А хома наша сбежала. Вот мышь обычная, обычная мышь, уличная, домашняя, ну, не домашняя, а уличная. Так буду говорить. Она носитель 26 хромосом. А сирийская хомка, хомяк сирийский, у меня девочка, она носитель 20 хромосом. И вот эта разница, 6 хромосом, неизвестно, как аукнется. Если по хорошему сценарию, то родится здоровое потомство. Если по не очень хорошему сценарию, то потомство будет не очень хорошим. Ну, как у людей. Вот если брать людей, да, люди, если ребенок рождается, там, с избытком хромосом, даже на одну единицу, то он рождается с синдромом Дауна. Ну, что о животных, я не знаю. Может, они, животные, переплюнут природу. И родит наша хома полноценное хорошее потомство. Если нет, то я буду плакать. Нет, я не плачу, но так хочу. Но пока рано. Время покажет у нас от 4 до 6 дней. Нужно дождаться того момента, пока она не родит хомячат. Потому что хомячата, это просто волшебная вещь. Я обожаю питомцев, животных и все такое. И хомячат в том числе. Пока принюхиваюсь к розам, потому что роза от хомы пока не пахнет. И хорошо. Посмотрите, какая красивая роза. Белорозовая. Вообще класс. Так что, друзья, мы в ожидании чуда, в ожидании потомства. Хомячат. Хоть бы и все было хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Казахстан